Эти кулинарные изыски – вовсе не творение рук кондитера. Над их созданием потрудился 3D-принтер. То, что выглядит как икра, на самом деле обычный желатин. И это лишь малая часть широких возможностей 3D-печати продуктов питания. Об особенностях инновационных технологий рассказывают участники выставки в нидерландском городе Венло. «Мы можем достичь такого же высокого качества, как в ресторанах, потому что напечатанная икра выглядит очень привлекательно. Мы можем завоевать внимание пожилых людей, потому что это очень легко жевать. Это также может пригодиться детям, которые не едят овощи». Представители немецкой компании Print2Taste говорят, что 3D-печать еды можно адаптировать ко многим потребностям человека. «Если кто-то испытывает дефицит в витамине D, то может добавить немного витамина D. Если есть потребность в других витаминах или продуктах, то можно добавить белки или жиры. Люди, страдающие от избыточного веса, могут добавить волокна, чтобы насытиться быстрее». Нидерландская компания 3D-шеф-повар специализируется на создании конфет и замысловатых съедобных украшений для кондитерских изделий. «То, что мы производим, печатается из мёда. Это делается для кондитерской промышленности, для пекарей. И вы можете зайти на сайт, сделать заказ и получить его с доставкой на дом вместо того, чтобы делать вручную». Участники выставки считают, что 3D-принтеры по печатанию продуктов в будущем займут достойное место на каждой кухне. «Раньше люди говорили, я не стану разогревать еду в микроволновой печи, поскольку не понимаю принципа её работы. Сейчас происходит то же самое. Эти технологии разные, но препятствие такое же. Когда ум человека позволит 3D-принтеру стать частью кухни, то вы сможете печатать вашу еду». По мнению учёных, следующий шаг в сфере 3D-печати еды – это производство диетического питания для больных.